здарова всем меня зовут антон касано сегодня очередной матч манчестер сити попадает под комментарии потому что в принципе другие тренера никто не пишет не передают матчи на комментарии в основном вот никита только пишет какие-то интересные игры поэтому если кто-то там же имеет желание записать матч отдать на комментарии давайте другие лиги в особенности посмотреть хотелось бы но матчи должны быть и естественно интересными против хороших соперников скажем так ну и вот сегодня манчестер сити матч 13 тура английской примерлиги манчестер сити принимает дома тоттенхэм никита ткаченко лидер чемпионата англии против александра инкуловский тренер в этом сезоне по моему если не ошибаюсь пришел тоттенхэм уже что-то я начинаю подзабывать либо в начале сезона либо в конце прошло короче что-то где-то так александр становился чемпионом он по франции с монпелье со скромным до франция это конечно не показатель но то что он без амон пелье выиграл чемпионат это конечно здорово вот ну александра можно в принципе поместить наверно к тренерам хорошего уровня но вот прям читал я просто комментарий после матчевой александра кравчука тренера ливерпуля там было не между ними матчей кравчук выиграл то ли 412 42 но написал такой комментарий что мол очень как-то так повезло вот такая вот игра сложилась вот так вот выиграл но по факту там типа тоттенхэм был очень силен и вообще я считаю что александр инкуловский один из там топ тренеров проекта при всем уважении к александру инкуловский это конечно ну мое мнение не так то есть саша еще пока этого уровня не достиг прям вот топ тренеров точно нет но один из действительно крепких хороших тренеров это точно вот и он сегодня будет противостоять одному из сильнейших тренеров проекта как раз тех кто находится в топах ну то есть инкуловский в принципе ну не ровня ткаченко там иванову ермакову поэтому однозначно ну что ж смотрим матч посмотрел пропуски у мансити отсутствует дебрёйна и забит сэр все еще дебрёйн что-то отсутствует который матч уже никита отдает у него постоянно дебрёйна эту на травмах то еще видимо там какие-то сложности и вот сейчас он отсутствует снова я у тоттенхэма пропусков нет манчестер сити будет играть в таком составе галкипер эдерсон правого защитника играет кайл уокер два центральных защитника лапорты за году за году за столбил прямо за собой место такое основное хави гарси опорный центральный получение крадриго левый латерале галарри гис фодан играет атакующего полузащитника вернер оттянутый форвард ферран торос левый вингер и центральный форвард классе на трауре тоттенхэм состав тоттенхэма лью рис на воротах два центральных защитника санчес и ромеро правый royal левый сэсиньон опорника играет дэн докер дэн донкер центрального полузащитника лодч эльсо правый полузащитник лаборде лаборд наверно правильно правый полученник лаборд левый дэниел джеймс левый вингер атакующий кристиан эриксон и нападающий гарри кейн и так команды готовы мы готовы начинаем смотреть данный матч никита здорово идет чемпионате разнося всех и вся в принципе показывая свой уровень иногда конечно играет как задрот страны но в целом конечно уровень свой поддерживает и показывает и так сити середины поля разыгрывает кайл уокер убегает отсюда прям вот как-то по картинке совсем на кайла уокера не похож как будто какой-то джон стоун сбежал уокер тушка как-то по габарит ней лысоватый такой вроде а тут что-то непонятно вынос от галки пера и перехват снова от ман сити фодан здорово там дриблинг демонстрирует нам ферран торрес контроль у манчестер сити фодан теряет мяч дэн донкер мяч забирает на эриксона там впереди то никого один кейн только кейн отыгрывает назад в итоге в ожидании своих товарищей по команде чтобы они подключались а здесь ошибка лапорта и кейн может бить здорово в подкате справляется по моему уокер фодан с мячом заброс вперед на вернера и вернер мог бы убежать на самом деле если бы не воткнулся там защитников он просто в них там двух защитников воткнулся в эту стену и все прыгнуть не смог здесь отличный заброс на вернера верна разворачивает мяч отдает на латрауре трауре удар на исполнение и гол что это такое что там с галкипером повторно мне показали к сожалению но удар конечно получился отменный это вот как раз наверное тот самый удар по управлению которым я пользоваться в принципе не умею когда там нужно какую-то кнопочку вы счастливую зажимать и игрок бьет типа на исполнение в итоге мяч снова у ман сити только тоттенхэм разыграл девятая минута уже 1-0 в пользу сити хави гарсия ждет вперед а здесь фодана по ногам бьют но это не пенальти и фодан за ногу но нет встает встает красавец пил штрафной удар родригес у мяча можно здесь слева и хорошо закрутить бьет родригес попадает стенку достает мяч вернер вернер и его санчес читает на левом фланге мяч заброс на фила фодана вынос мяча хави гарсия ошибается эриксона мяч забирают эриксона интересно вообще я не знаю справку то выдали может он играть в матчах все-таки проблемы сердцем перевод мяча вперед на кайла уокера мяч прилетает в итоге но тоттенхэм сохраняет его сэсиньон и снова фодан красавец пока самый наверное активный теперь уже он немножко так фалит не грубо аккуратно сэсиньон заброс вперед и эриксон скидывает на гарри кейна защита справляется родриго родриго с мячом куда будет играть кидает на вернера нет ли офсайда офсайда нет любом случае потому что догоняет мяч сэсиньон ромеро перевод на лаборда и ошибается по моему лаборда я даже что-то не успел как-то заметить а внизу-то бежит вернер один ферран торрес пас и вернер 2-0 очень здесь было легко очень просто оборона тоттенхэма не то чтобы прозевала наверное этот момент а как-то слишком легко легко наверно раскрылась одной линии как будто в линию офсайд пытался сыграть тоттенхэм в этой атаке но в итоге обреза обрезались жесткая неправильно выстроились удар кейна и здесь цедерсон уже вступает в игру ну и вот сейчас первый момент у ворот тоттенхэма к 17 минуте только он возникает дэндонкер удар мяч выше ворот летит ну и там эдерсон все видел мяч прямо над ним шел отворот эдерсон выносит мяч не стал разыгрывать через ближнего вернер вернер достает в итоге мяч не уже показал сейчас он его потеряет но нет вернер получает от фода на передачу вверх заходит штрафную на замахе здорово убирает двоих практически игроков итоге угловой фил фодан подача фода на на лассину трауре голкипер там по моему поучаствовал в выносе мяч все равно сохранил сити родриго за году и пас на фода на не проходит дэниел джеймс против двух может попробовать накрутить и пытается он это сделать но лапорт здорово действует а здесь уже все пас назад и нужно отбиваться будет уже против манчестер сити который практически всей командой оборонной именно вернулся в защиту роял исправляется с ферраном торресом и лассина трауре удар наносит юристом спасает отличный момент очень сумбурно действует в обороне тоттенхэм как-то не уверенно как будто пас на фода на хороший можно перекинуть вот он делает это но выбивает мяч но снова на фода на здесь опять какой-то кипиш пожар в обороне точнее штрафной тоттенхэма мяч у сити заброс хави гарсия лассина уже головой там взмахивал наносил удар практически он уже мысленно наверно видел этот мяч в углу ворот мяч снова у сити сити полностью игру контролирует сосень он перехватен но теряет мяч упускает его в аут кайл уокер хави гарсия на вернера вернер попытался в штрафную отдать набегающему игроку не видел я кто там был и в итоге контратака тоттенхэма снова потеря мяча эриксон не справляется вот сейчас тоже даже на картинке заметно действие в принципе сити насколько класс игроков выше это было в матче моем челси сити когда играл против никиты и вот примерно то же самое что я сейчас вижу у тоттенхэма то есть игроки сити настолько действительно скилловые и видно насколько этот скилл прям очень решает то есть они прям быстрее действует плюс наверное там кондиции еще порешали неизвестно там какие игроки в кони в кондициях но видно как они на голову просто сильнее подача в штрафную удар хороший вот здесь родриго непонятно что делал стоял бамбук курил и в итоге выскочил лачель со из головы пробивает хороший момент у тоттенхэма можно было сейчас на самом деле один мяч забивать эриксон снова ошибка но подхватывают игроки тоттенхэма все таки мяч попытка кого-то хорошего интересного розыгрыша в итоге успехом не увенчалась лачель со тащит мяч фоден его пытается догнать лачель со не с кем сыграть вот сейчас только в центре игрок появляется но фоден уже успевает догнать игрока и аут пользы сити кстати royal пока плохо справляется левый защитник не знаю вообще кто это такой возможно был выкуплен на драфте родригес тащит мяч родригес пас вперед на лосину трауре тот удар наносит очень плохой возможно в ближний угол никита пытался пробить зажимал удар посильнее естественно в таких ситуациях именно так и нужно действовать посильнее в ближний угол но как будто переезжал и мяч вверх пошел через ворота но ошибка у тоттенхэма попытка заброса на гарри кейна александр пытается побольше на него играть а здесь какой классный заброс и вот то о чем я и говорил ой вернер упускает мяч за никита хотел уже на замахе убирать лириса но вернер слишком далеко мяч отпустил мяч у тоттенхэма лаборд на эрикса на попытка паса и снова ошибка все равно мяч перехватывает тоттенхэм лочельсо лаборд заброс вперед что-то лаборд как-то не звучит не знаю как он правильно все таки ну лаборде лаборде может лаборде блять ламборджини родриго пас вперед на лосину трауре фоден с мячом обратно на лосину лосина трауре но здесь офсайд гол конечно забил но в офсайде санчес 42 минута 43 уже практически танчес мягкий попытался сделать заброс на рояло в итоге мяч потерял оси на трауре удар наносит и снова удар плохой но теперь не с рабочей ноги бил лосина трауре как-то корявенько получилось у него пробить но убежал в принципе конечно неплохо фоден фоден очень хорош с вернером сегодня в атаке вернер на правом фланге заброс и мяч прос пролетает мяч лосину трауре хотя наверно на него был заброс кайл уокер снова хорош эриксон эриксон здорово и кейн можно бросать бросает на дэниела джеймса и вот эта попытка хорошая под занавес первого тайма в раздевалочку можно забить джеймс ждет подключение фоден хорош посмотрите где фоден уже оказался в атаке буквально недавно был и теперь уже в защите кейн с мячом пас на лаборде и лапорте справляется все свисток суди первый тайм окончен ну можно в принципе отметить у тоттенхэма пару моментов удар ла чельса с головы и наверное вот сейчас вот это забегание то есть в контратаку когда дэниел джеймс убегал по левому флангу но очень долго там александр придумывал что сделать в в итоге да давай никита выпускай дебрёйна и все и можем трансляцию завершать сразу какие-то замены перестановки делает никита сделал он вингером стерлинга выпустил вместо лосины трауре ну да лосина там конечно мертвячок сегодня как-то и на подачи мимо мяча летит и фактически удары ты нормальный не наносил хотя гол конечно один забил но гол то такой тоже и кейн здорово и вот так 10 в итоге сразу во втором тайме отыгрывает тоттенхэм ну вот здесь что-то непонятно произошло защитники между собой столкнулись там мяч просто выкатился на свободную зону и кейн в дальний угол забивает там эдерсон даже не прыгнул хави гарсия пас на фода на фода на ошибается похоже коннектик уже тоттенхэма берет свое александр как-то поувереннее сразу побежал вперед тут гол забил и вот сейчас здорово действует заброс на лучи эльсу вы нас красиво играет александр все атаки в принципе интересны с какими-то короткими забросами интересными нарушение правил среди не поля здесь родриго забрасывает вперед мяч подхватывает в итоге ферран торрес ферран торрес заброс на дальнюю но там стерлинг стерлинг то короткий совершенно игрок трудно было ему там бороться на втором этаже в итоге перехват тоттенхэм пытается выстроить свою атаку позиционную уже контр-атаку убежать не получилось на эрикса на пас за году стережет и здесь справляется родригес ферран торрес пытается убежать от санчеса но не от санчес красавец не позволяет он этого сделать пас на кейна кейн лочельсо лочельсо заходит штрафную не с кем сыграть он сам пытается пробить и возможно здесь конечно расчет был на то что лочельсо он левша по моему как раз александр убрал его мяч как раз под рабочую левую дальнюю возможно ожидал удара но но через как-то там кривенько пробил фодан с мячом стерлинг синион не позволяет стерлингу легко пройти стерлинг все равно развернул и верная рух повезло вот здесь санчес очень опасно играл если бы вернер там упал то это в принципе пенальти было бы но в итоге пронесло зато помешал атаки в принципе голевому моменту кейн штрафной удары мимо ну как вот гарри кейнс его до скиллами удара вот здесь настолько промахивается но это конечно вообще проще наверное вообще не по углам бить и не знаю во вратаря нажимать просто посильнее пускай пробует прошить может там мяч отскочит я не знаю на добивание перехват мяча в центре поля тоттенхэм ну кейн там абсолютно один он мяч принимает и его тут же жрут а ему даже сыграть вперед некому то есть впереди нет никого фодан и снова санчес красавец санчес просто лучший у тоттенхэма в обороне сегодня сколько он уже моментов просто вытащил для своей команды заброс на дальнюю на стерлинга от вернера леорис роял канин лаборде эриксон центр до дэндонгер здесь можно сыграть ну нет можно было сыграть наверное на дэниела джеймса на левый фланг вернер санчес контролирует мяч тоттенхэм перехватили пытается снова построить атаку не торопится александр что-то там забрасывать и вот сейчас лаборды здорово убегает можно подавать но нет разворачивается его только сейчас подача там некому некому сыграть на эту подачу здорово лаборды и кейн обратный пас на точнее обратная чуть назад на эриксона и снова хороший момент тоттенхэм нормально прижал сейчас здоровские были моменты но здесь офсайд дэниела джеймса уокер забрасывает вперед на стерлинга вот сити как-то и немножко так с небес приспустились тоттенхэм здорово прижал во втором тайме забил гол немножко может быть пошатнул какую-то уверенность у никиты и атаки то вообще перестали нормально проходить ну и плюс конечно выдающийся игра санчеса сейчас ферран торос попытался накрутить на вертеть там двоих и снова помешал ему по моему тот же санчес родриго и успевает мяч забрать лаборды закидывает на ла чельса ла чельса тащит мяч разворачивает в центр будет играть до дэн донкер и здесь вернер хорош атакующая группа у сити здорово возвращается в целом вернер сейчас чуть оттянулся до центра фодена мы видели еще в первом тайме как он низко садится во втором кстати не так сильно виден фоден сейчас ферран торос здоровский проход заброс на противоход на фодена и удар нужно дай вернер сумбур опять произошел заброс здесь защитник пытался принимать зачем-то хотя нужно было наверное на удар нажимать просто выносить подальше от ворот и в итоге рикошетами там мяч отскакивает на вернера и вернер еще и удар то такой интересный нанес никита зажал вернеру чтобы он пробил не в дальний куда наверное большинство бы пробили в этой ситуации а в ближней иран торос ромера попытался обыграть ромера здорово в подкате чисто сыграл пас вперед на кейна кейн ну все за году его уже загнал в край это уже можно сказать победа защитника еще и родригес сожрал там конечно нельзя позволять что в штрафную заходил подача кристиан эриксоном вы нас вернер вернер с мячом центр слишком далеко пускает royal забирает у него мяч попас касание здесь и нарушение правил штрафной может быть достаточно опасно кристиан эриксон бьет как-то торопливо очень это делает александр инкуловский как-то даже не прицелился что ли сразу зажал удар и здесь нарушение правил на левом уже фланги против тоттенхэма кристиан эриксон будет искать наверное кейна нет ищет зачем-то дэниела джеймса со синьон 76 минута у тоттенхэма снова отставание уже два мяча как это было после первого тайма и вот сейчас может быть хороший момент эриксон удар плохой отворот в итоге играет сити никита не думаю не будет останавливаться он будет пытаться еще наверно забивать чтобы поувереннее себя чувствовать дэн донкер лаборде кейн в касании на того же лаборде но здорово играет родри из заброс на феррана торреса торрес на фланге будет санчес первый ой красавец санчес везде успевает отдает еще и пас точный контратака лаборде на правом фланге убегает пас вперед на кейна кейн назад на эриксон и сразу забегание и по ногам получает эриксон снова штрафной но слишком далеко здесь но эриксон все равно бьет и галешник какой ну вот как будто действительно на дурака зажал только посильнее и гол залетает прямо по моему над эдерсоном он сегодня вообще что-то будет делать а дядь удар ну как это ну как здесь вообще не вытащить то мяч прямо летит в тебя и первый такой тоттенхэм тоже забивал там конечно кейн на технику бил убил то прям через вратаря то есть там дальний угол то я не знаю там не то чтобы он попадал куда-то тютелька в тютельку скажем так странная игра от эдерсона и в итоге 32 пользу сити но тоттенхэм не останавливается в атаке дэниэл джеймс левого фланга останавливается сейчас делает заброс но там уже никого нет пока джеймс там пытался накрутить что-то там на месте потерялись все принципе игроки в защите в штрафной ой в защите в штрафной конечно же соперника здесь верно от санчеса убегает и здесь здорово верно хороший момент сейчас он санчеса обыграл но мимо ворот тоттенхэм пять минут буквально остается основного времени может быть парочка будет добавлено лаборде плохой пас фоден родригес иран торрес фоден фоден бежит слева открывается фиран торрес он ему отдает фиран торрес заходит штрафную убирает санчеса здорово и отдает на родриго подключившегося и тот мимо бьет стопроцентнейший момент момент очень хороший но родриго конечно такое это опорный опорный или центральный полузащитник больше здесь он не попадает был бы на его месте может быть до приойны там же разговор был бы другой пас на родриго в касание на фирана торреса торрес забрасывает направо на стерлинга стерлинг прижимает здесь или риса но леорис уверенно действует и все дополнительное время пошло дэниел джеймс чуть назад со синьон дэн донкер ло чельсо ло чельсо пас штрафную и лаборда бьет тащит эдерсон ну наконец то что-то эдерсон смог сделать хорошая и полезная после опасных атак и все победа манчестер сити 3 2 на опыте пропустили два мяча сити один с ошибок второй со штрафного но со штрафного конечно исходя из этого удара было достаточно неплохо но больше наверное здесь можно ссылаться на ошибку именно галкипера очередная победа сити спасибо всем за внимание всем удачи до новых встреч